Одесса Классикс Одесса Классикс Одесса Классикс Одесса Классикс Одесса Классикс Есть и дискуссии, и мастер-классы. То есть, в принципе, фестиваль построен по европейским современным методологиям, которые говорят о том, что в наше время невозможно проводить фестиваль, который будет четко узконаправленный, допустим, классическая музыка и все, или классический только театр и все. Должны быть разные направления, и тогда это становится интересным. Вот во взаимодействии этих разных стихий происходит что-то такое интересное, и получается такой фестиваль, который как бы и разнообразен, и вместе с тем интересен разным слоям публики, собственно говоря. Будут задействованы несколько площадок. Основная – это филармония. Основная – это филармония, конечно, да. Вот 10, 11, 13, 14 будет 4 больших концерта, можно подробнее их рассказать. Но кроме этого будет еще и 3 концерта в литературном музее, в программе «Музыка и слово», где будет кроме музыки еще и поэзия, и юмор. И будет выставки художников Александра Ройтбурдова, персональная выставка в Музее Западного Восточного искусства, будет выставка сборной одесских художников музыки под названием «След Орфеев» в Музее Мишустова. И будут интересные очень дискуссии и конференции на тему продвижения бренда культурного Украины в мире, а также о синтетических жанрах искусства, и мастер-класс для журналистов, ведущих культурных журналистов из Польши, Иоанна Попеса и нашего киевского очень известного журналиста, ведущего Олега Вергелеса. Кстати, в литературном музее будет очень интересный пианистов выступать, будет Сергей Терентьев, любимец нашей публики, будет выступать Йозеф Эрмин из Львова в программе «Музыка и юмор» вместе с Валерием Хаитом, нашим замечательным юмористом. И будет такое вот открытие, надеюсь, сенсация. Молодая девушка, 13-летняя Маша Клименко будет играть такой дебют в Большой Одессе, такой вундеркинд, но уже в ряд многих конкурсов, очень-очень талантливая пианистка. Ну, откроется фестиваль в филармонии 10 июня. Да, 10 июня. Кто открывает, расскажите? 10 июня открывать фестиваль будет один из ведущих оперных певцов, вот современность, можно сказать, потому что уже около трех десятилетий, бас Пата Бурчеладзе из Грузии, он действительно поет во всех ведущих площадках мира. И в этом году он пел и Метрополитен, и Ковангартен, и Ласкало. Естественно, что знаменитый, ну, великий, в общем-то, гениальный дирижер фон Караян называл Пата Бурчеладзе «Шляпиным наших дней». И что особенно приятно для нас, одесситов, то что Пата Бурчеладзе, он практически выходит из детской вокальной школы, он стажировался у нашего замечательного педагога Евгения Николаевича Иванова, и, собственно говоря, он дал ему путевку в жизнь. Поэтому очень важно то, что первый концерт нашего первого фестиваля, мы надеемся, что фестиваль будет ежегодным, открывается вот таким вот суперзвездой современной оперной сцены из воспитанника одесской школы. Вот Пата Бурчеладзе всех приглашают 10 числа, потому что он будет играть, петь в сопровождении нашего каменного оркестра все свои коронки, как говорится, то есть и хитовые шедевры итальянской арии, Верди и Россини, а также его коронный такой вот репертуар – это все сцены Бориса из оперы мусоргского «Борис Годунов». Это очень впечатляюще, очень сложно для исполнения вещи, и вот детская публика сможет их услышать. Я думаю, что это надолго останется в памяти у тех, кто пойдет 10 числа в филармонию. – 11-го будете вы играть? – Да, я буду играть, ну, я буду не один играть, я буду играть вместе с скрипачом, с замечательным скрипачом из Бельгии Майклом Гутманом. Это один из ведущих скрипачей современности, он как бы не связан вроде бы с Одессой, но вместе с тем он родился в Брюсселе. Но его музыкальное коронни, как бы его педагогов, они идут из Одессы, и он сам себя считает представителем Одесской скрипачной школы. И это очень здорово, что наконец-то мне удалось его как бы зазвать в Одессу, потому что давно были эти планы, но вот когда он слышал о том, что будет фестиваль, он как бы отменил что-то и приехал, приезжает сюда, и это очень здорово. Я думаю, что у нас очень много людей, которые любят скрипачную музыку, безусловно, Одесса – это бренд скрипки во всем мире. И это будет очень интересная программа, самые такие яркие шедевры и романтики, современной музыки будут 11-го числа, всех приглашаю. Его называют «Шагалом скрипки». Вот так. И вообще он как бы действительно очень серьезная фигура. Я надеюсь, что он поможет нам и в следующем году, может быть, с каким-то из своих оркестров. Ну, в общем, посмотрим. Очень интересный концерт 11-го числа. Переходим на 13-е июня. 13-е у нас – это особый проект совершенно. Это смесь современного театра и музыки. То есть этот проект под названием «Искусство войны» имеется в виду трактат Суньцзы древнекитайский, философский трактат, который не только о войне, а больше о философии, о жизни. Его изучают в современных, не только военных академиях, до сих пор, кстати, до сих пор, но и в бизнес-школах ведущих мировых, потому что это потрясающее, глубокое произведение философское. Вот там будут кусочки этих текстов, которые будут читать актеры. Вместе с музыкой будут на сцене киевский ансамбль струнных Артехатта, и я вместе с ними. И будут пластика, будут современный балет, будет свет, будет видео, будут еще всякие сюрпризы театральные, которые я не хочу раскрывать. То есть будет очень много средств выразительности, и сама сцена будет перестроена в филармонии. Я думаю, что цены филармонии такого проекта по масштабности вообще никогда не видела. В самом деле, последние 30 лет точно не видела. Всех призываю прийти, потому что то, что делает режиссер Влад Троицкий, это он делает режиссур этого проекта, это сейчас очень востребовано. Он сейчас лидер современного искусства на Украине. Он очень востребован в Европе. На несколько лет вперед у него все расписано. И вот, что мне особенно приятно, вот наш фестиваль «Деса классикс», вот он делает проект этот в содружестве с фестивалем Влада Троицкого «Гогольфест», уже зарекомендовавший себя, как брендовый фестиваль украинский. И, кстати говоря, в сентябре этого года «Гогольфест» будет открываться нашим проектом. То есть это очень как бы престижно. Ну и это должно быть очень интересно. Я знаю очень большой интерес киевских средств массовой информации. Поэтому любители не только музыки, но и театра, но и современного искусства, но и современного балета, но и арт-хауза, поскольку будет мощное видео такое арт-хаузное, всех призываю прийти 13-го числа. А 14-го уже завершается фестиваль, и это уже этно, джаз, да? Это эстонский коллектив. Это эстонский коллектив «Хортус Музикус», который играет средневековую музыку, но совершенно в необычной подаче. То есть есть такое понятие, что средневековая музыка – это все вот сидят люди в париках, и очень чопорно так вот спокойно играют. А с другой стороны была и другая совершенно музыка, которую играли бродячие музыканты, или какие-то придворные, которые, можно так сказать, зажигали. То есть это такое шоу очень зажигательное, очень энергичное, невероятное, которое больше напоминает, честно говоря, рок-концерт, чем средневековая музыка. Но это действительно реальная средневековая старинная музыка. Этот ансамбль существует уже больше 40 лет, и они объездили весь мир, и вот в первый раз они приезжают в Украину. Их лидер – скрипач Андрес Мустанин, тоже ведущий музыкант эстонский, потрясающий шоумен, который, ну, такой уникальный совершенно, скрипач, я таких больше вообще, честно говоря, я не знаю, в современной сцене академической. И также он очень любит рок и джаз. И вторая часть концерта, то есть вот последнее, что будет на фестивале закрываться, это будет уже, собственно говоря, джаз. Но, опять же, программа называется «Средневековье встречается с джазом». Это будет джазовый квартет, плюс Алексей Батринов, мы будем играть Баха в джазовом варианте. Вот так вот, ну, такой легкой, оптимистичной, очень, нам кажется, интересной нотке будет заканчиваться фестиваль. То есть, как вы видите, как бы у нас есть совершенно разные вещи и для академической публики, и для совершенно джазовой, и для молодежи, и для какой-то элитной публики, и для такой... То есть, в принципе, каждый может найти для себя что-то интересное. Настолько разнообразная программа, что не знаешь, что же выбрать, хочется пойти на каждый концерт, а... А вы можете это сделать, потому что... А ценовая политика? Ценовая политика совершенно доступна. Это было первое... Это было вот в идеологии фестиваля один из основных аргументов. Первый был принцип, это должны быть действительно, ну, вот, реально высочайший европейский уровень класса фестивалей, в том числе, ну, и украинские тоже, естественно, наши, но все должно быть очень высокого уровня. И, Б, цены должны быть доступными. То есть, вот на все вот эти вот концерты, которые, в принципе, ну, у нас же приезжают звезды, как правило, все это стоит тысячи билеты, тысячи гривен. У нас, в принципе, основные билеты стоят от 100 до 250 гривен. То есть, ну, это... Достаточно демократичные цены. Ну, для этих исполнителей безусловно. Безусловно. Ну что ж, будем с нетерпением ждать открытия фестиваля. Большое вам спасибо. И надеюсь, что такой фестиваль, который вот вы организовали, являетесь его арт-директором, вернет Одессу на культурную карту Европы. Спасибо, Алексей. Здесь у нас в студии был пианист, заслуженный артист Украины Алексей Ботвинов.